всем привет друзья сегодня я хочу вам рассказать инструмент не кровельщика или бригадного инструмента поэтому поехали ребята перед началом просмотра хочу сразу попросить у вас прощения за то что как сказать не услышал на заднем фоне был настолько увлечен рассказом инструменте что не замечал звуки которые зовется из помещения вот там просила ребят чтобы они не пилили какое-то время вот и сказали о и без проблем хорошо все будет нормально но вы поняли да ну и сейчас ехал к домой и так краем глаза фона включил запись и ехал слушал ну блин это рука лицо вот поэтому ребята я наверное где-то порежу частями где они или музыку ставлю и сделаю короче вот но в это уже смотрите это это выпуск а я получается вот только дома приехал и сейчас пойду монтировать вот поэтому какие-то места вырежу какие-то может заглушивать музыкой и так получилось вот поэтому все одна скорость встречи приятного просмотра немножко конечно ну да наверное получилось но скажем так и смотрите канал и там вы увидите инструменты это в работе вот и как мы им работаем все всем счастливо приятного просмотра у нас в наличии есть сегментный станок деке вес его 180 килограмм мы на нем гнем силовые планки гнет он до полтора миллиметра толщиной стали предыдущем ролик вы видели как на нем изготавливались силовые планки следующий станок фальцепрокатный звать его бора берут в такой вот профиль есть на нем ролики для прокатки ребер жесткости вот но мы ими ни разу не пользовались и навряд ли будем пользоваться скорее всего будет ветер но пока снимаю на телефон скоро появится камера профессиональная буду снимать на нее у фальцепрокатника есть размотчик вот и в чем его большой плюс от говно кота кровищка не поймут как вас много говорю это раздвигаться скажем так то есть если допустим может быть штрипс 62 с половиной или как нашем случае 41 здесь все регулируется очень просто этим колесиком сейчас я не могу покрутить показать вам потому что у нас штрипс в станке вот я могу сказать короче если вы хотите покупать то как минимум брать надо такой станок для качественной кровли я уже не рассматриваю там станки которые по миллиону стоит или больше это немецкие шехтили поэтому вот такой вот станок стоит он сейчас по моему 320 тысяч это на 380 вольт и 340 на 220 в нем идет уже частотник преобразователь так что по обстоятельствам но в любой момент можно поставить на 380 частотник и вот работа на следующий станок металл мастер или фантом или как его зовут скажем так в кровельном сообществе тапок вот есть еще ван марки но это можно сказать один и тот же производитель считает что такой станок или ван марк или этот вот тапок должен быть в любой бригаде вот преимущество его ну скажем так очень большие но сейчас я не об этом я в следующих роликах когда будем на них работать на этих станках на всех я вам покажу какие у них преимущества и как на них работать теперь переходим к ручному инструменту на данном столе это комплект для бригады то есть ручной инструмент и какие-то машинки да вот давайте поподробнее то есть бригаде должно быть любому шуруповерти киянки киянки должны быть можно двух типов можно одного типа то есть есть вот скриновидные киянки видите они должны быть в любом случае и обычные такие вот дальше заткатный молоток применяется на мысиках или ну на радиусных скажем так этих подводках не подводки ну возле трубка до радиус на и есть пальцы вот работается ими то есть у них наконечники не то ли из полиэтилен такого плотного сделаны то ли спас мне спас масса это точно по-моему и полиэтилен это уже такой рабочий эти новые были куплены вчера есть вот такие 25-ка это 30-ка дальше молоточку такой формы удобен для подводки металла лопатки лопатки или шлязи называют еще оправка называют ну в каждой бригаде по-разному обмотанной изолентой это чтобы при работе не меньше царапать металл далее линейки любом случае уголок степлер так ножницы пеликаны ножницы идеальные или комбинированные ножницы ножницы радиусные для мысиков допустим или опять же для скажем для элементов где нужен радиусный рез по месту то есть можно и этими радиусный рез сделать можно и этими но этими ножницами можно делать радиусы по месту какая деталь уже стоит хапы 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 гибари вот только называются цанги называют их еще то есть ими формируются какие-то загибы либо конверты вот допустим вот эти вот клещи длинные называются конвертными вот эти сорок пятки вот дальше круглогубцы для тоже формирование конвертов маленькие гибарики вот тут тоже самое ножницы идеальные круглогубцы радиусные гибарии разные так клёпочник это может быть клёпочник уже лет наверное 7 вот вот это вот рамка для двойного фальца двойного лежачего фальца этим инструментом этой рамкой производится подводка двойным лежачим фальцем обязательно должны быть конечно зажимы вот всякие разные маленькие большие вот бендеры или ручной листогиб вот у нас их таких два один самодельный вот такой есть в оригинале в выпуске но он на другом объекте вот здесь не весь инструмент вот ну основной скажем так рамки рамка карнизная чтобы обжимать на карнизе картину вот или там допустим конёк обжимать закапельник вот называется карнизная рамка рамка рау эти вот желтый синий это марки рау вот производство так дальше для первого значит да у нас это для второго загиба рамка это тоже для второго но она нержавеющие далее рау пэк вот этот вот в оригинале рау вот а вот этот самодельный у нас в Питере тут один человек это делает мы ему просто отдаем инструмент какой-то он их просто копирует и делает так вот этот вот инструмент он предназначен для того чтобы тоже можно было промять видите какая вот структура колесиков роликов вот то есть я сейчас в работе покажу какие-то моменты разных инструментов чтобы вы ну представлениями умели вот и клещи большие или хапы большие вот но ребята все ерунда на самом деле это все ну ручной инструмент да это вырубные ножницы кстати не показал вот тоже покажу сейчас поставлю камеру сбоку и покажу ну так выборочно какой инструмент как работает самое главное вернемся самый главный инструмент это вот это вот это книги инструмент инструмент и очень важный инструмент теперь наверное я вам покажу выборочно да что и как режет инструмент какой-то или гнет вот поэтому так смотрим стоп я вам забыл показать еще один станок чуть не забыл про самого главного кормильца нашего это фомич вот на нем изготавливаем и лобовую доску подшивы фотографии здесь вот покажу несколько штук вот вот на этом станке делается вся эта красота итак друзья сейчас немного покажу вам как пользоваться этим инструментом очки только одену чтоб вести же глаза свои спрятать на самом деле просто солнце и глаза я сейчас тут немножко уберу освобожу место перчатки вюрт хороший удобный для обычные вообще ни о чем которые продаются там обычные строительные вообще ни о чем вот этих перчаток не хватает примерно ну то есть все так нормально работаешь усиленно на 2 наверно бывает что стираю их и обратно одеваю очень хорошие потому что и работаешь в них без перчаток ты чувствуешь металл инструмент так сейчас я уберу откуда у меня спецовка дельта рекомендует дельта на самом деле мы никак не сотрудничаем с ними реально хорошие мембраны хорошие пленки у них спецовка досталась мне после соревнований три года назад или два не помню участвовали в уникме по пальцевой кровли заняли первое место и компания дёркин нам дала всем участникам вот эти вот спецовки давайте начнем с ножниц идеальных то есть правый левый очень многим многие путают правые и левые их название почему правые почему левые думаю что если вот так вот держишь то это правые правую руку да а эти либо левый на самом деле наоборот объясню почему почему вот эти ножницы называются левыми потому что ими можно резать прямой рез да и повернуть налево сюда то есть направо вы ими никак не повернете это очень неудобно и нормального реза не выйдет также правые ножницы то есть и можно резать прямо и направо можете проверить чем отличаются правые ножницы от левых говорил уже радиусные ножницы то есть они для кривой линейных резов для окружности то есть есть тоже вот эти правые под левую руку это правый то есть режем правую сторону это левые режут левую сторону пеликаны ножницы для прямого реза режут прямо то есть вот именно штубая почему у нас видите в основном красные ножницы это производство штубай есть эрди здесь фронт и там еще есть ну и те которые в магазине там 300 рублей и 400 может за 500 вот но они не профессиональные и ни о чем там где ножницы надо чтобы резать скажем так режешь металл поднимать знаете вот так вот берешь и поднимаешь его с этими ножницами ничего подобного делать не надо то есть они режут без всякого подъема прямо вот вот сейчас отличаются профессиональные инструменты от любительства скажем так так пока уберем то есть объяснять не объяснять такой гебарит да ну или цанги или хапы то есть этими инструментами внесся металл ну это я думаю понятно да вот если допустим гебарит называется конвертный почему ну допустим у нас есть грубо говоря ими удобно делать у них торец 45 градусов можно поставить металл и конверт его завернуть под 45 градусов это тут ничего не расчерчило просто так вот согласен конверт свернуть вот такая вот фигня дальше вчера заезжал в 25 миллиметров взял себе подарок думал кто-нибудь подарит не дождался пришлось самому пойти купить стоит со скидками по-моему 9500 вот этот инструмент что он делает он прорубает вот такие вот отверстия видите то есть допустим допустим момент для чего они нужны если прорез таким способом обычными ножницами то когда вы делаете загиб в каком-то узле скажем так да особенно это касается металл алюминий и танцы ну в принципе лучше вообще ну любые зарезы делать с ножницами то есть когда здесь сделана высечка круглая намного меньше шанс что потом при температурном расширении металла вот этот рез не пойдет дальше а вот где порезан ножницами велика вероятность что этот рез может от расширения пойти дальше так что эти врубные ножницы очень хороши я прям балдею от них я уже лет 10 как минимум они разные да вот это картину поставил если не обжат ее очень полезно и побитожим в любом случае в будущих роликах которые хуй тебе о такой я не знаю может там с ним созвониться со всеми сказать там типа если я отцезарился то скидку получите вы короче на всякий случай я узнал на канале у фальсмастера он там сказал дайте скидку я знаю точно в неволайн когда покупаете 25 миллиметров есть пароль называется киянка и получаете 10 процентов скидку вот так вот фигня так что пользуйтесь а если я не знаю надо тоже связаться а если вот фальсмастера может 12 или 15 хотя вряд ли не дают ну что будем закругляться всем спасибо за просмотр за такой долгий просмотр такой долгий обзор вот следующий ролик если сегодня двадцатое число надеюсь он наверное сегодня и выйдет вот если у меня будет желание если у него монтировать хотя что там монтирует взял все закинул в киностудию там windows написал там заглавки что-нибудь такое и сразу на youtube пошло так я и монтирую вот поэтому там еще кстати у паши степина на канале кровельная мастеровая тоже будет обзор по базовому инструменту вот ну вы просто ищите ну витаби убивайте кровельная мастеровая такой красный лейбл и км на лейбле вот тоже можете у него посмотреть все мой коллега может сказать друг мы вместе работали делали одну крышу даже вместе участвовали на соревновании в уникме в одной команде вот у меня такая же спецовка правда я не знаю это или не там шильдик отодрал и задний тоже наверное а может просто другая спецовка не знаю короче я что-то заболтался вот тут меня уже гонят там говорят давай Санек хорош прекращай твою болтовню поэтому всем до встречи всем пока ребята ребята простите извините забыл инструмент показать еще пару минут вашему вниманию уже собирался все складывать и посмотрел в сторону еще позвонил с кровельной мастеровой общались смотрю блин а бендер не показал бендер да это ручной листогиб как им работать быстренько покажу составляется какой-то определенный размер можно этим листогибом делать картины вручную полностью я вам сейчас не буду показывать формирование в пальце это уже есть много где на youtube каналах где-то показывают просто работа резко и оконим гип уже сделать вуаля а сашка молодец можно сделать там больше допустим выставил дорогая ну как я сказал вы в любом случае увидите весь этот инструмент в других роликах которые будем показывать все всем пока жму руки всем удачи и много денег и все все